Эксперимент ставил Павел И мы затронули тему человека, который все это придумал и подготовил Это Алексей, большое спасибо Алексею И сегодня мы хотим вас познакомить с Алексеем Алексей немножечко расскажет и даст нам вводную о том, что здесь вообще можно делать, что здесь будет происходить Тут немножечко модернизирован лазер, насколько я вижу, он чуть другой Поэтому я сейчас передаю слово Алексею Алексей сам все расскажет, а чуть позже мы уже проведем очередной эксперимент и ответим на часть ваших вопросов Добрый день В прошлых видео данная установка вызвала большой резонанс Было множество комментариев, много предложений Ко многим мы прислушались И из-за вашего интереса решили продолжать серию видео По данной установке будем проводить разные замеры Будем показывать все изменения, которые будут происходить И с установкой, и с элементами измеряемыми На данный момент прислушались к вашим комментариям и заменили ранее используемый лазер на другой С более точной настройкой в электронном виде по процентному отношению от максимальной мощности Также стоит отметить, что в прошлом видео Мы использовали более мощный лазер, насколько я помню Да, мы использовали более мощный лазер И исследование показало, что мощность больше вата Не несет существенных изменений в исследуемом элементе В показаниях на исследуемом элементе И в данном случае, соответственно, уже, насколько я понимаю И была основная причина замены лазера на Лазер с меньшей мощностью Именно из-за того, что энергии затрачиваются А изменений не происходит Я правильно понимаю? Да, верно Понятно Хорошо, спасибо большое за этот комментарий Добрый день, уважаемые зрители Приветствую вас на канале Евгений Радист По вашим многочисленным просьбам Мы снимаем продолжение Вышедшего перед Новым годом Видеороликом про экспериментальные исследования По полупроводниковой плазме Да, прошлое видео мы снимали Хотели сделать вам подарок И в некоторых моментах мы оговорились Я с вами согласен И со многими комментариями и замечаниями Я также согласен В этом видео мы более детально рассмотрим Саму установку Она потерпела ряд искажений О них вам рассказал уже Алексей Это он сделал Это студент нашего университета Он сделал эту установку Под руководством преподавателей университета Сейчас и на экране И включена она в режиме 100% мощности Я продемонстрирую это все Чтобы вам было видно Вот сейчас 100% мощности от лазерей На что я хотел обратить ваше внимание Да, мы говорили, что это часть нашего исследования Которое мы проводим в рамках понимания Возможности управления полупроводниковыми элементами С помощью лазерного воздействия Сейчас мы более точно рассмотрим Начнем, наверное, тогда все-таки с графиков И сейчас мы переключимся уже на формат экрана Да, покрупнее покажем все это Покрупнее покажем Сейчас выключим установку Мы уже засняли некоторые характеристики И уже вам продемонстрируем В чем разница Чтобы вам было более наглядно видно А потом мы конкретно вернемся опять же к установке И покажем По ее компонентам Особенности, да, реализации ее Почему мы такой формат выбрали И для чего мы это все проводим Хорошо, давайте попробуем Мы переходим теперь к рассмотрению полученных результатов Значит, на данном графике На данном экране вы видите две кривые Желтым цветом показан КСВ То есть коэффициент отражения в формате КСВН И в бирюзовом показан графики Коэффициенты прохождения в формате амплитуды логарифмической Хочу еще кое-что уточнить Когда мы в прошлый раз производили измерения Мы делали это достаточно Хотели сделать это быстро Но получилось некачественно И мы вам не показали С какой целью мы проводим это исследование И какой смысл заложен в данном исследовании Здесь я вам как раз привел два графика Сейчас лазер выключен Диод находится на своем впаянном состоянии Здесь вы видите как раз таки сейчас Желтым графиком КСВН Который показан при выключенном лазере То есть вы видите, что Если вот опять же пройтись по контрольным Маркерным точкам Что видно, что на одном мегагерце У нас составляет порядка 12 КСВ На одном гигагерце 2,5 и так далее Видно, что более-менее линейно От одного гигагерца до девести И большой рост в диапазоне От одного мегагерца до одного гигагерца Но если мы обратим на темно-желтый график Это то же самое при максимальном воздействии Данного лазерного модуля Который составляет в районе 1 ватта Здесь вы увидите, что при тех же значениях При тех же маркерах Значение КСВ не превышает почти до 4,5 гигагерца Они превышают значения 2 Что показывает, что в данном диапазоне Данный элемент под воздействием лазерного излучения Изменяет свои характеристики И одну из своих характеристик, как вы многие заметили Да, действительно, он изменяет сопротивление Но не простое сопротивление, а волновое Сейчас я тогда ту же самую характеристику для наглядности Приведу в диаграмме Вольтпельта-Смита Вот она, какой вид она имеет Интересно, кстати, да И вы можете, кто эту характеристику хорошо знает Обратить внимание Сейчас я уберу немножко маркеры Чтобы вам было более наглядно И вот вы увидите значение маркеров Мы вам отдельно это также представим В виде снимка с экрана Да, скриншотов в конце ролика Чтобы вы также могли убедиться Что да, действительно, волновое сопротивление При воздействии лазерного излучения на фотодиод изменяется Теперь я обратно верну характеристику КСВ И здесь вот, что хотелось бы опять же заметить Что вот именно в диапазоне от одного негагерца до одного негагерца Происходит достаточно серьезное изменение Коэффициент отражения, да, как вы видите То есть так она имеет достаточно возрастающий вид Убывающий по частоте с увеличением Либо возрастающий с уменьшением частоты И здесь у нас получается, когда мы воздействуем лазерным излучением То у нас она практически линейная, да Вот в этом диапазоре И КСВ достаточно маленький, да Что показывает, что в некоторых случаях Такой вид фоторезистора плюс лазерного диода Можно использовать для согласования Сейчас мы снимаем некий набор этих данных Для того, чтобы понять, где нам можно применять И потом при моделировании Или при научных каких-то исследованиях Использовать данный подход Для изменения характеристик антенн Радиоприемных трактов, радиопередающих То есть мы вот в этом ключе хотим поисследовать И показать возможность применения данной технологии Может быть данного способа Теперь вот опять перейдем к следующему графику Бирюзовому Сейчас я переключусь, чтобы вы видели маркеры Для него вот для него маркеры высвечены Вы также видите, что при 1 ГГц у нас порядка минус 15 дБ затухания При 1 ГГц минус 3 Ну и вот по маркерам вы можете увидеть, что происходит небольшое уменьшение коэффициента передачи Но тут же вот на, вы видите, синим почти темно-бирюзовым графиком Выведено то же самое при воздействии на фотодиод лазера мощностью 1 Вт Совершенно другая картина, которую мы хотели посмотреть Мы хотели понять, как меняется коэффициент передачи Какие вносятся затухания при этом И здесь он меньше дБ даже составляет коэффициент передачи Что опять же показывает, что в некоторых случаях Его можно использовать, этот фотодиод с лазерным излучением То есть он в каких-то моментах будет Вот допустим, опять же, если мы рассматриваем его как некий ключ Если в таком вот формате, что у вас электронно будет переключаться Вы подали лазерное излучение, у вас затухание на 1 МГц 15 дБ Вы не подали, точнее вы подали лазерное излучение, у вас прохождение сигнала Там затуханием 1 дБ Вы не подали лазерное излучение, у вас прохождение сигнала на 1 МГц Это для примера я привожу, минус 15 дБ То есть у вас разница будет составлять 14 дБ по уровню сигнала То есть таким образом вы можете выключать просто передачу сигнала от 1 МГц Или регулировать коэффициент аттенюации В более тонком диапазоне, не используя механических накруток А используя просто управление за счет лазерного ключа Необычно Здесь мы видим очень большой спектр применения в этом ключе И я понимаю, что это исследование только находится в такой стадии, где можно еще много что сделать И по публикации мы видим, что оно вызывает большой интерес Потому что мы смогли в нашем университете объединить подход с помощью лазерного воздействия Полупроводниковую плазму И у нас даже есть исследование, где мы использовали данный подход для управления коэффициентом отражения антенны Правда, мы продолжаем эти исследования И мы вам постараемся в следующих видео еще показать какие-то интересные эксперименты Но сейчас я конкретно хотел... Давайте компоненты, сейчас я переключу камеру Да, более подробно рассказать вам о элементной базе Теперь мы переходим непосредственно к вашим вопросам И вы очень интересовались, как именно выполнена данная схема, что является элементом Да, я оговорился в прошлом видео и сказал, что мы исследуем как элемент антенны Но да, здесь мы исследуем как отдельный радиоэлемент Фотодиод, да, с возможностью управления лазерным излучением Конкретно в этом случае мы используем следующую схему Мы используем два СМА разъема Вот они они, да К ним сейчас прикручены откалиброванные кабели от векторного анализатора цепей И между ними припаяна 50-омная согласованная линия В разрыв которой мы впаяли как раз таки данный фотодиод Хорошо видно, да Сама фоточувствительная часть, да, которая вот представлена здесь Здесь еще, если вот здесь видно, здесь используется латунное крепление Для того, чтобы упрочнить данную конструкцию Потому что первая наша конструкция, к сожалению, была не такой прочной И она не выдержала наших испытаний И пришлось привести некую модернизацию Здесь мы проводили, у нас есть откалиброванные и снятые показания без фотодиода Когда эта линия была согласована 50 Ом Это, если кому сильно будет интересно, мы... Ну напишите в комментариях, ребята Я покажу вам эту характеристику, но там действительно прямая линия И с большой точностью во всем диапазоне у нас эта характеристика отснята Но потом, когда мы впаяли, уже разорвали эту линию предварительно, да, аккуратненько И впаяли туда фотодиод Опять же, если кому интересно, маркировка этого фотодиода известна Но если кому интересно, опять же напишите Потому что мы здесь будем серию этих фотодиодов У нас есть набор этих фотодиодов И мы хотим посмотреть разные возможности управления, изменения И как фотодиоды, фототранзисторы ведут себя в нестандартном... В нестандартном... В эксплуатационном режиме, наверное, да? Да, потому что все эти устройства предназначены при максимальном воздействии Когда на них солнце светит, да, то есть они в схемах используют Здесь же мы используем мощность намного больше Многие из вас спрашивают, почему мы уверены, что это плазма Есть ряд исследований, которые показали, и ряд измерений, которые показали, что это действительно плазма То есть при переходе некоторого уровня воздействия на фоточустительную часть, да, фоточустительную часть диода Там образуется полупроводниковая плазма И это есть отдельные работы, которые я не хотел бы озвучивать Ну, то есть есть большие работы, есть подтверждения экспериментальные Есть целые институты, которые... То есть ты опираешься на эту базу уже знаний Да, у нас есть подтверждения, есть экспериментальные доказательства, которые показывают, что действительно за счет воздействия лазерного излучения Образуется полупроводниковая плазма То есть мы опираемся на те исследования То есть это не наше открытие, да, это не наше, так сказать, новшество Это мы используем уже полученные до нас результаты Но мы решили объединить эти результаты с радиотрактами Использовать иной подход Данный подход предложен был Сергеем Юрьевичем Казанцевым Это доктор физико-математических наук, сотрудник нашего университета И вот он предложил объединить такой подход в антенной тематике и радиотехнике Попробовать найти такие решения, которые не стандартные, не традиционные И вот которые не подходят, не используются в стандартных решениях И здесь что хочется отметить, да, что мы данный элемент, вот этот конкретный Почему мы пришли к этому решению и к такому измерению Мы пробовали такие элементы прямо впаивать в рамочные антенны Если кому интересно, забейте в интернете Рамочные антенны с лазерным управлением И вам высветятся достаточно, ну, наши статьи, по крайней мере И вы поймете, что это не первый наш опыт в этом ключе Но мы осознали, что нам нужно понять, как сам элемент ведет себя конкретно При 50 Омах, как мы его потом можем моделировать Вставлять эти характеристики, учитывать их в радиотракте И понимать, как лазер взаимодействует, как полупроводниковая плазма Меняет характеристики, как лазер, по-другому скажу Лазер меняет характеристики полупроводников Что самое интересное, опять же, и к чему мы приходим Что достаточно быстро плазма образуется И быстро плазма исчезает То есть там доли микросекунд происходит И вы с большой скоростью можете менять характеристики И опять она возвращается Причем мы пробовали с 3-х ваттным лазером Достаточно мощным на фоторезисторах И характеристики мы сравнивали до измерения и после измерения И они для нас, по крайней мере, в рамках наших исследований Они были практически идентичны Поэтому это очень интересно Я понимаю, что здесь больше вопросов, на самом деле, оставляют Ну, с вами исследовательская деятельность получается Ну, это да, это такое По шагу приближаться к тому, к чему ты хочешь Это не быстро, но мы движемся Пишите комментарии, ребята Интересно ваше мнение, ваши вопросы На что бы вы обратили внимание Сейчас я включу лазер, чтобы вы видели эту фоточувствительную часть Что мы подсвечиваем Вот мы меняем интенсивность И как раз мы видим изменение характеристик на экране Но вы сейчас это не видите, да? Я вам просто продемонстрирую Что вот она, точка увеличивается И, соответственно, вот мы сейчас достигнем максимума И сейчас это будет выпускной коллекционной работой студента Который рассказывал вам немножко о модернизации данного стенда Он занимается модернизацией Это его будет выпускная коллекционная работа Отлично Хорошо, Павел, огромное спасибо Алексею большое спасибо Так что, друзья, мы ждем от вас комментарии Как всегда, напишите, ставьте лайк Все-таки это, я думаю, заслуживает вашего лайка Поскольку это необычно, это интересно, это познавательно И я думаю, что это однозначно перспективно Ну, а на этом, наверное, будем прощаться, Павел, да, уже? Всего доброго, да Всего доброго, друзья До свидания Ждем ваши подписки и ваших комментариев Особенно ждем комментариев Пока-пока